74% россиян поддерживают отмену масштабного празднования Нового года. Такие данные приводят социологи. Тем временем в Госдуме предложили не отменять праздник, а переформатировать его. В сторону патриотичности. Идею озвучили некоторые федеральные депутаты на круглом столе по туризму. Какие аргументы они привели и что думают кировчане по поводу отказа от торжеств? Ульяна Ездакова собрала все мнения. Ульяна, что значит фраза «переформатировать Новый год»? Это значит, Наташа, поменять направление празднования Нового года. Депутаты предлагают отказаться от шумных массовых гуляний с какими-то там хороводами, да, гуляниями, а посещать, например, музеи, выставки, какие-то места, связанные с историей нашей страны. Цель простая – это укрепить семейные ценности и дух патриотизма. Давай послушаем мнение председателя Комитета по туризму Сангаджи Тарбаева. Я думаю, что переориентировать интересы россиян туризма на познавание, патриотическую, образовательную и природно-культурную деятельность по силам. И мы можем предложить нашим коллегам к Новому году ряд турпродуктов, направленных на это. Кстати, Наташа в стороне, а темы не остались и в общественной палате России. И как там отреагировали на желание многих регионов отказаться от Нового года? Я сегодня пообщалась с Юлией Зимовой. Юлия как раз курирует вопросы детей, семьи и традиционных семейных ценностей. Так вот, Юлия считает, что отказываться от Нового года вовсе не стоит. Отказываться от Нового года совсем не стоит, ведь это один из главных праздников в стране. Он ассоциируется с волшебством, сказкой, верой в будущее и в то, что все будет хорошо, как у взрослых, так и у детей. Кроме того, это отличный повод отвлечься от мрачных мыслей. Новый год – это всегда чудо, да. И Новый год – это то, что люди, то, чего люди ждут. И все равно все будут загадывать желание. И, конечно, он должен быть. Потому что и для ребят на передовой этот праздник – это тоже праздник. И он очень важный, и его нельзя там про него забыть или еще что-то. Но сделать его там каким-то суперпышным, ну, наверное, некорректно. Ульяна, а что насчет Кирова? Мы тоже в списке отказавшихся от празднования Нового года? Кирова и Кировской области пока в этом списке нет. Вот, это, кстати, данные из федеральных СМИН. А кировский шоумен Руслан Мамедов считает, что присоединяться к этому списку, к этим ограничениям нам не стоит. Конечно, окончательное решение за кировскими властями. Однако вопрос это весьма деликатный. Эмоциональное состояние жителей области – очень важное составляющее здорового общества, уверен Руслан Мамедов. Праздник способствует укреплению самочувствия и физического, и духовного. В первую очередь для детей такой светлый праздник, Новый год, он должен быть непременно. И нужно украшать и площадь, нужно украшать и, безусловно, парки, дать возможность людям верить в лучшее, вдохновить их. Понимаете, Новый год – это новая жизнь. Сегодня эта жизнь отстаивается не только на поле боя. Она в том числе отстаивается и здесь, на улицах, площадях, в концертных залах. А теперь, Наташа, давай вернемся в самое начало. Ты озвучила цифру, что 74% россиян за отмену новогодних праздников. Так вот, в Кирове этот тренд поддерживает 51% горожан. Больше половины, получается. Да, да, больше половины – это данные федерального сервиса по поиску работы, я поэтому и сказала «тренд». Многие поддерживают. Но я решила собрать свою статистику и запустить опрос в соцсетях. Давай посмотрим на результаты. 35% проголосовавших считают, что в этом году действительно лучше обойтись без новогодних мероприятий. 30% уверены, что праздник все же должен оставаться праздником. И еще 28% предлагают праздновать, но сэкономить на оформлении. Но это еще не все. Я поговорила и с прохожими на улице. Они тоже высказали свои мнения. Давай послушаем. Спойлер. Мнения действительно тоже разделились. Каждая в душе отмечает. В любом случае, и вы дома будете отмечать, и мы будем отмечать. А уж помпезно праздновать, когда люди гибнут, я думаю, не стоит. Конечно, гулять, да гулять. Все равно людям праздник нужен совсем с ума в соседях. Отменить? Да. Почему? Потому что в каждой семье сейчас такая ситуация. И я не вижу смысла радоваться и наслаждаться жизнью на данный момент. Я думаю, переформатировать все-таки в связи с обстановкой в стране и в мире. А в какую сторону? В патриотическую? В патриотическую. В сторону уменьшения расходов, естественно. Ну, а в ежедущие эти игрушки отдались. Вот это. Можно идти обратно в этот же день. Зачем новое покупать? Сэкономить, да? Да, да, экономить. Ну, люди могут праздновать и дома, в принципе. Вы имеете в виду, общегородские праздники стоит отменить? Да. Почему? В общем, на это уйдет очень много бюджета из казна. Я думаю, что есть возможность выдернуть деньги и из других сфер. Не обязательно выдергивать их из Нового года. На нем свет клином не сошелся. В завершении хочу сказать, что все, что мы сейчас обсудили, нужно понимать, это касается массовых городских общественных гуляний. А праздновать Новый год или нет, это, конечно, личное дело каждого. Праздник же все-таки. Ульяна, спасибо за интересную информацию. Мы продолжаем.